Звука на телеграм-канал в описании. Приходи. Привет. Сегодня я расскажу тебе о сверхспособностях. Нет, не супергеройских. У людей тоже есть сверхспособности. Первая способность. Один из пяти людей может шевелить ухом. Эта способность может передаваться по наследству. Один человек из семнадцати может иметь липкий язык. У таких людей очень липкий язык. И еда прилипает к нему. Один человек из пятидесяти может спать с открытыми глазами. Может, я тоже сплю с открытыми глазами. Потому что у меня постоянно устают глаза. А как понять, спишь ты с открытыми глазами или нет? Это когда ты просыпаешься и уже открытые глаза, или как? Один человек из ста может лизнуть свой локоть. Я хочу хоть и в чём-то выиграть, но, пожалуйста, это нереально. Это реально нереально. Я пытаюсь. У одного человека из двухста человек может вырасти новое ребро. Оно называется шейное ребро. Ребро шейное. У тебя как вырастет. Потом поговорим. Сейчас говорить не будем. Один человек из четыреста пятидесяти человек может выворачивать суставы. И от этого нет лекарства. Нет лекарства. Нет лекарства. Один человек из восьмиста имеет дополнительную дырку. В ухе дырку имеют. Биологи считают, что это... Раньше у нас были шабры там, в дырке. Но теперь там нет шабры в дырке. Пока. Следующий факт. Дырка. Один человек из 1994 может иметь горные легкие. У жителей Тибета это стабильность, потому что они рождаются с уникальным геном, который адаптирует их к дыханию в горах. Дыхание в горах. Горные, горы, 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 горы. Один из 1600 имеет разделенный рот. Это разделенные небо и губа. Часто встречается у детей. Разделенный рот. а у тебя есть разделённый рот у меня вроде бы не разделённый рот но это не точно нет, не точно один из двух тысяч рождается с кишками наружу гастрошисис это такое вот рождённое заболевание которое обычно исправляют сразу при рождении вот поэтому мы редко встречаем людей, которые бегают с кишками наружу один из двух тысяч может быть гермафоратитом это человек имеющий и мужские и женские гениталии вот так вот это оказывается не такая уж и редкость один из трёх тысяч может иметь срочные пальцы рук или ног это называется синтактилии это тоже обычно исправляют прям при рождении рождении один из восьми тысяч рождается с фотографической памятью они помнят каждый день своей жизни в деталях в деталях в деталях в деталях в деталях в деталях а ты помнишь что было час назад? ммм? один из тринадцати тысяч может родиться с синдромом витермана при этом синдроме кожа и кости очень быстро растут поэтому они будут очень-очень-очень-очень-очень-очень толстыми один из двадцати тысяч может болеть чёрными точками волокна тёмные и синие появляются под кожей и колятся колят 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 один из сорок четырёх тысяч может быть не восприимчивый к холоду вот так вот даже с чуть-чуть морозен всё холодно пиздеут а у жителей униидов 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 каких жителей униидов есть короче такой ген уникальный который помогает им не замёрзнуть один из пятьдесяти четырёх тысяч может ходить как в слоумо болезнь атакси это болезнь когда человек не может нормально держать равновесие и у него всё как в слоумо один из восьмидесяти тысяч шанс что родишься сиамским близнецом сиамские близнецы это когда твоя ребёнка срастается в утробе матери один из девяносто тысяч может родиться без среднего пальца а ты знал а ты знал что в древнем Риме показывать средний палец было грубостью грубостью один к ста десяти тысячам да дети могут родиться с одним глазом посреди лба один человек из ста сорока тысяч может не обновлять свои клетки кожи ты знал что мы каждую минуту теряем тридцать сорок тысяч клеток кожи один человек из две тысячи пятьдесят тысяч может ориентироваться только по эху вести ушами так сказать ушами 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 один из триста восемьдесят тысяч человек может иметь оранжевый песок в моче родители должны осматривать бамперы своих детей на наличие оранжевых кристалликов кристалликов посмотри в бамперсы быстро один из девятьсот тысяч пуберфобия это такой синдром или не синдром в общем голос не меняется даже в пубердаде нигде не меняется и остается очень высоким 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 человек из миллиона может получать ожоги от искусственного света ксеротерма пигментная это неустойчивость к коже к ультрафиолету ксеротерма пигментная 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 может иметь дополнительную конечность есть ребенок в Индии который родился с четырьмя руками и с четырьмя ногами один из пяти с половиной миллионов может иметь тело вне сердца рождаться с телом вне сердца сердцем не телом но ты понял один из восьми миллиардов может родиться с бракерией это болезнь быстрого старения самый старый человек с этой болезнью в саму базу ему сейчас двадцать шесть лет один из восьми с половиной миллионов может говорить наоборот авазия это когда люди путают места букв в словах авазия 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 один из пятнадцати миллионов может иметь два лица из-за типа разофуза лицо раздваивает не надо лицо не раздваивайся пожалуйста один из шестнадцати миллионов быть человеком деревом от этого заболевания нету лекарства и вам придется отрезать кожу один из двадцати миллионов может иметь супер прочные кости это и полезно и опасно опасно это в том потому что эти кости сильно давят на органы и на мозг один на сорок пять миллионов может иметь синдром Алиса в стране чудес это когда предметы вам кажется либо слишком маленькие либо слишком большими хотя они нормальные но если у тебя Алиса в стране чудес то ты не поймешь что они нормальные страшно или нет так из ума можно зайти кстати реально если о таком думать эти мысли шагов резко вообще шок один из пятидесяти миллионов может быть качком не хотя в зал у этих людей повышенный миостатин чем у обычного человека миостатин миостатин один человек из семидесяти пяти миллионов может родиться с димм это когда у тебя запах спотом выходит с запахом гниющей рыбы шанс один на восемьдесят миллионов вы могли быть двумя человеками вы как эмбрион сливаетесь со своим близнецом и становитесь одним человеком один из стопяти миллионов может быть человеком конкулятором эти люди могут считать сложнейшие уравнения математические в уме конкулятор один на сто тридцать пять миллионов после травмы мозга такие люди не могут говорить на родном языке без акцента один на сто шестьдесят миллионов могут различать слова на вкус вместо того чтобы человек эмм как различал цвета он различает слова заболевания вкус охренеть один на двести тридцать миллионов аллергия на воду любой контакт с водой вызывает зуд сыпь и опухоль один человек из двести семидесяти миллионов может не иметь нос это врожденная арене очень очень редкое заболевание в истории всего лишь было тридцать человек без носа в нашей истории которую записывали один из триста пятьдесят миллионов может поворачивать голову на сто восемьдесят градусов обычный человек поворачивает голову на восемьдесят девяносто градусов один из шестиста миллионов не чувствует боли это очень опасная способность потому что с ней ты можешь пропустить очень важные симптомы в твоем организме один человек из одного миллиарда может карабкаться по гладкой стене что для этого нужны очень крепкие мышцы спины и мега сухие руки ну или быть просто человеком пауком один человек на 4 миллиарда может иметь синдром оборотня люди с гипертрихозом имеют огромное количество волос на всех частях тела один человек из пяти миллиардов может смеяться до смерти симптомы болезни куру включают в себя истерический смех один человек из восьми миллиардов может не чувствовать страха это связано с травмой мозга один из девяти миллиардов синдромом унир тана у них есть особый ген который помогает им передвигаться как приматы главное чтоб не думать как приматы как думаешь какой процент людей думающих как приматы я один из них один из десяти миллиардов некоторые дети рождаются с хвостиком который потом со временем исчезает а на этом у меня все напиши есть ли у тебя какие-нибудь там способности которые я перечислил например хвост или один глаз пока увидимся совсем скоро в новых видео пока приматик мой